здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана гудвин винтаж продолжаю искать склад на различных свалках помойках все что удается найти интересного показываю вам мои дорогие друзья сегодняшнее видео опять-таки с поиском клада и по следам прошлого своего видео хочу немного пройтись первое что хочу показать да я вам показывала в прошлом видео вот эти серьги они были клипсы но я сказала о том что очень уж мне нравится вот эти вот пластины сейчас сейчас немного уберу очень мне уж нравится вот эти пластины это натуральный перламутр причем слоеный перла перламутр я не знаю это искусственно так склейка или это прям вот слой галиотис перламутр и здесь вот коралл часть коралла в общем я не знаю что это такое но решила что мне это в носке просто необходимо что вот такая красота не должна лежать как говорится без применения я просто поменяла на обычные швенцы здесь были старые клипсы конечно причем клипсы были с такой уже по изношенной креплением в общем невозможные было носить а эти вот я просто буду носить и решила вам похвалиться но и опять-таки по следам своего прошлого видео хочу показать одна из зрительниц мне написала что когда я нашла вот эту великолепную музыкальную брошь ангела что у меня уже такая есть я обнаружила то что я вам не все броши ангелы показалось здесь у меня собраны пины я ее неправильно определила в общем показывала я ее в категории своей коллекции броши пины здесь вот почему то еще одна брошечка записалась но обнаружила что у меня есть еще ангелы поэтому сейчас я продолжу показ ангелов из-за вот этой части моей коллекции тоже вам сейчас покажу и будем сегодня разбирать именно вот этот ящик искать клад именно вот в этом ящике но и начну конечно свой поиск с брошей ангелов и здесь у меня их тоже много и похожие тоже есть так что мои дорогие не повторяю вернее бывает так что украшение бывают похожие попадаются но вот в этот раз думаю что вот такой красоты у меня еще нет ну и так что давайте приступим к разбору буду брать по одной броши и вам показывать вот такая великолепная брошечка это броши джей джи ангел так где моя знаменитая лупа уже одна зрительница не написал купить и наконец приличную лупу но мои дорогие вот эта лупа приличнее как говорится конечно бывает но по удобству она классная она с подсветочкой она на шнурке то есть в магазине я вот прям с этой лупой и хожу когда продавцы не видят стараюсь доставать и рассматривать так вот это вот броши джей джи думаю что как подвеску и тоже можно использовать такая классная брошечка следующая брошь почему-то они у меня все в разнобой как я уже сказала музыкальных броши у меня много здесь вот ангел играет на скрипке и здесь тоже есть маркировка нет здесь написано просто ю с а с с не знаю что вот этот знак обозначает извините за тавтологию но здесь вот прям знак какой-то как будто как подковки или что-то вот такое но написано ю с а и это простите категория опять-таки музыкальной броши тут на скрипке играет здесь вот на флейте на дуточки на какой-то следующая брошь да здесь у меня вот коллекции именно музыкальных брошей здесь похоже мне прям целый оркестр здесь тоже вот такая чудная брошь подвижная звезда лифлеемская предположительно и здесь тоже брошь маркированная и это гамко что самка что-то в общем такое написано не знаю что это такое про эти броши я тоже вам показывал но вот коль уж попалась мне брошь музыкальная то вот я вам сегодня целый оркестр и вашему вниманию представлю вот да вот эти вот броши похоже я думаю что зрительница перепутала именно вот с этой брошью сюжет тоже самый тоже флейта вот в таком же положении да и это тоже маркированная брошь здесь так минуточку то же самое гамку кто знает напишите пожалуйста подскажите в принципе они вот очень похожи до на флейте игра крылья в общем и положение похоже но это вот брошечка видите из двух оттенков металла я думаю что это как на олова похож сплав очень хрупкий и брошь такая интересная но в принципе то же самое они очень похожи я думаю что зрительница просто перепутала в оттенках так вот как я уже сказала здесь вот брошь без маркировки если не вижу можете написать я потом поближе вам их покажу этот оркестр мощь так и здесь вот тоже как бы непонятно да что это но на самом деле это тоже ангел минуточку вот ангел тоже играет на вот таком инструменте но это филигрань тонкая такая работа видите причем филигрань не штампованная а вручную скрученная и кристаллик аврора бареалис и последняя брошь пин вот как раз вот это брошь пин должна находиться именно вот в коллекции с пинами тоже я вам показывал вот подобных у меня много с вот такими кристалликами сейчас вот такой вот есть вот такой вот вариант есть а вот это вот брошечка думаю что она не музыкальный но пусть будет что это вот броши как бы или музыкальный инструмент колокольчик так что броши пины идут вот в эту коллекцию оркестр я думаю что вот это все-таки как дирижер будет дирижировать оркестром и здесь вот такие вот так вот так чтобы смотрели музыканты все на дирижера такой вот оркестр у меня собирается так что мои дорогие друзья вот поиск коллекции продолжается я спрашивала вас в прошлом видео как вы считаете как возможно у кого-то есть опыт сбора коллекции как вы это сортируете меня как вы видите не всегда получается это удачно то есть какие-то броши пины у меня совсем не там какие-то броши у меня тоже совсем не там но что касается вот этих двух сестричек или братиков то вот похожий сюжет одинаковым по исполнении одинаковые но говорится заметьте разницу разницы есть и эта коллекция меня будет конечно же хранится на этом же своем месте так а мы идем дальше и буду по порядку собрать тоже по мере своих возможностей стиль я коллекции собирала и следующая часть коллекции это дамаскина вот этот зонтик тоже моей коллекции он довольно давно тоже приобрела его случайно буду показывать тоже так вот при близком рассмотрении конечно такая техника но сейчас как-то я уже говорила редко можно найти вот что-то стоящее поэтому коллекцию я свою не распродаю я вот только накопляю как говорится только собираю только коллекционируют так в этой же технике у меня есть вот такой браслет кстати вот этот браслет был найден как из веера веры в плохом состоянии вообще непонятно было что это кто это собирала его по частям в общем искала тоже на какой-то свалки нашла тоже можете прошлое видео мои посмотреть обратная сторона вот так вот выглядит такой вот браслетик ну вполне себе современно можно носить в каких-то аутфитах тоже использовать в общем то я сама для себя делаю открытие что у меня еще есть такого так следующее это вот такой слоник все по моему если в каком-то другом отсеке есть что-то из дамаскина тоже я вам обязательно покажу ну вот такая небольшая коллекция так что если вижу я обязательно даже в каком-то если пакете если он не так дорого или дорого стоит но что-то то что у меня есть коллекции требует дополнение пополнение коллекции я конечно тоже собираю не жадюсь и конечно стараюсь что-то интересное найти а следующая коллекция тоже которую я вам показывал это броши леденцы тоже так по-быстрому покажу потому что я знаю что у многих любителей винтажных украшений бижутерии есть броши леденцы у меня самая ценная ценность из этой коллекции это вот такая брошь 70-х это российская брошь привезла из россии очень горжусь просто нашла у дочери в шкатулке говорит маме мне не мне не надо просто от бабушки досталось и что с ней сделать почему просто валяется и конечно я ее забрала и сейчас достойное место нам не занимает вот эти броши леденцы от иван тоже у меня в нескольких цветах есть вот такая брошь леденец тоже находила в каталогах иван вообще такая вещица так ну здесь у меня вот такая недавняя моя находка и как-то попала вот в леденцы вот это брошь на вероятно по форме думаю что вот это не на месте брошечка находится это тоже не леденец она видите закрытая с амальгамой тоже думаю в этой коллекции неуместно но тоже леденцов у меня не так много так что если встречаю покупаю причем леденцы разной формы здесь вот тоже но леденцы я имею ввиду броши с или какие-то украшения с открытыми кристаллами настолько открытыми кристаллами кстати здесь в советской броши это кристалл смотрите какая чудная огранка стекло я помню что у меня у мамы еще была вот эта брошь в сиреневом цвете то есть сиреневый кристалл этот был мы не знаю где она сейчас в общем осталось только вот такой но красивый очень оттенок даже не коньячный а какой-то вот цвет шампанского такая нежнейшая брошь была брошь еще вот с такой же огранкой только сиреневом цвете просто великолепно нет сколов в отличном состоянии в общем так что в коллекцию это брошь тоже у меня не попало ну а эти прошу тоже кристаллы стеклянные в вам здесь вот обратная сторона есть маркировка так что вот такая коллекция леденцов у меня тоже есть так но и следующее тоже по какому принципу я не знаю как я их собрала эти броши здесь лежат конечно требует все периодического так сказать рассортировки так что такая брошь локет для парфюмов тоже по моему от его я тоже вам его показывала да вот здесь написано его это жены в интернете находил но в отличном состоянии пусть будет нет почему-то в этом же отсеке у меня вот это брошь характерная типа подарок а там собачка маленький щенок сочетанием брошированного и глянцевого покрытия это брошь маркированная тоже по моему джейджи сюжетные броши мне очень нравится джейджи компания они всегда неожиданные всегда какой-то сюжет приятненький такой думаю что вот эти броши они как-то не в тему вообще находится рядом так что их нужно как-то тоже отсортировать в разные места эти тоже уберу другое невероятное место так следующая парочка брошей думаю что они здесь свое место занимает тоже от его это по моему сейчас это керамика не пластик не пластик деколь с дорисовкой конечно я думаю что она винтажная все винтажная брошечка и следующая брошь тоже думаю что она винтажная и здесь вот такой рисунок мак тоже такой с дорисовкой но она думаю что более старенькая и мне кажется что это так минутку где моя лупа да это тоже деколь есть дорисовка но как определяют деколь если вы при близком рассмотрении видите как будто маленькие точки как пиксели два как компьютере пиксели бывает распадаются это вот деколь и есть элементы дорисовки ну как правило либо это вот точки как в этом случае либо это какие-то линии могут другого оттенка быть дорисованы как-то так но это вот вещицы которые будут здесь и хранится до следующей серии которую я хотела вам показать в этот раз тоже она у меня в как говорится в полном объеме это рыбы рыбки и какая про вот эту брошь совсем забыла посмотрите какая чудная это тоже дамаскина но в таком в такой технике тоже встречается редко то есть вот черное покрытие и причем это не маль я не знаю как это называется покрытие но посмотрите как будто рыба заглотила вот шарик либо это пузырь и рыба пускает сочетание вот как будто бы она так гравировка очень интересная видите такой изогнутый хвост вообще брошь очень интересная по ней про нее я забыла совсем и она старая сейчас обратную сторону вам покажу посмотрите как выполнена застежка то есть тем длинная игла понятно говорит о том что брошь старая то есть в момент носки сама рыба будет двигаться папа как будто висит парит в воздухе и это брошь маркированная так это брошь отдак просто чудесная брошечка такая тоже небольшая рыбная коллекция я думаю что достойно у меня тоже есть следующую рыбу которую вам уже хочу показать это рыба меч тоже в такой технике великолепная зеленый глаз кристаллик и как бы я сказала дамаскина думаю что это как лозаны перегородчатая эмали сейчас минутку да это перегородчатая эмаль очень такая проработанная рыбина тоже классная вещица и по-моему она не маркированная но как бы состоит из нескольких деталей тоже она довольно крупная вот такой у меня небольшой аквариум так больше ничего рыбьего у меня нет вот такой небольшой аквариум у меня тоже есть тоже надеюсь что аквариум мой будет попал пополняться ищу рыбы в общем покупаю все что ценного красивого интересного попадается вот это вот совсем недавняя моя находка в одном из пакетов нашла не сразу поняла что это такое на самом деле это вот золотая рыбка думал что это окунь это рыба меч я не рыбак но как это предположительно и золотая рыбка так ну и давайте идем дальше следующий отсек состоит из совсем недавней находки в прошлом видео я вам показала что вот пакете был вот такой вот классный зажим для платка и одна из зрительниц мне написала подсказала что эта маркировка имеется да здесь есть маркировка и было немножко темное пятно я с легкостью причем его очень отмыло быстренько и вот такой чудесный зажим как награду получила так в этой же части у меня вот такой есть зажим тоже коллекция куда я брала зажим коллекции зажимов для платков у меня тоже них не так много но стараюсь тоже искать все-таки находить здесь вот есть маркировку уже на таком прям где явно видном месте так это джермане вест джермане тоже очень красивый зажим и здесь вот такой минимализм я думаю что это 50 60 это думаю что семидесятые восьмидесятые так и что здесь еще так а здесь у меня не зажим а вот какой банк эмалевым конечно так грубо смотрится сравнение с этими украшениями хотя есть маркировка и кстати это джейджи для его вот то о чем я говорила своих видео и здесь посмотрите какой интересный элемент я думаю что это либо зажим для платка вот почему я его сюда определив это не брошь вероятнее это либо зажим для платка вот два конца платка вставляются вот в эти скажем отверстия и он как был так и закрепляется но более современный вот почему я его определила в эту компанию ну вот как джейджи для его это тоже как говорится не все так просто поэтому да и как я уже сказала ревизию надо почаще проводить потому что забываешь что есть забываешь где она есть такая тоже небольшая коллекция но дресс-клипы есть тоже у меня но зажимов не так много и если а вот еще кстати вот зажим тоже для платка вот в такой форме тоже по моему недавно нашла но как-то в другом отсеке у меня оказался здесь по моему нет маркировки но в общем то идет к предыдущим зажимчиком тоже так здесь у меня небольшая коллекция голиотиса но голиотис тоже у меня есть и в других ящиках вот видите как то все в разброс не очень это все мне нравится на самом деле но времени не хватает чтобы это все разбирать сортировать как-то вот но стараюсь как говорится не кидайте в пианиста вилками он делает все что может так вот это мексиканское серебро здесь по-моему так и написано мехико это брошь подвесочка такая классная и это по моему ли а софия тоже моя любимая американская компания современные очень стильные украшения производит и в общем то люблю тоже эту компанию она и винтажная и в общем то много украшений интересно но здесь вот голиотис залита прозрачной эпоксидкой или смолу как-то люцитом как хотите это называете вот так так мы идем дальше следующее что у меня большая коллекция роз тоже в прошлом видео я показывала свою находку брошь иглу так сейчас у меня тут рядом ее нет я ее уже как говорится убрала определил но коллекция розовых брошей цветных и разных но здесь вот конкретно у меня собрано розы именно вот в желтом металле и здесь тоже роза имеет маркировку здесь так минуточку очень красивая роза такая объемная крупная брошировка очень интересно очень похоже она прям как настоящая роза очень похожа на настоящую розу следующая роза уже в таком стиле авангард да я думаю что это все таки 70 это может быть постарше и она выполнена вот таких трубок нарезанных трубочек но тоже очень красивая брошировка внутри и по краю как глянец тоже по размеру мне кстати больше нравится вот именно что чем более приближена к натуральному тем на мой взгляд это лучше вот такая веточка розы тоже есть в моей коллекции тоже очень красивое броширование сочетание глянца и брошировки и это тоже старая брошь так здесь по моему нет маркировки мои дорогие обязательно пишите если вы видите лучше чем я очень благодарна за подсказки которые вы оставляете в комментариях так что если кто-то знает больше пожалуйста пишите вот такая чудная брошечка следующая брошь венок очень они кстати похожи вот по исполнению по брошированию но по размеру не то совсем не то здесь нет маркировки но такая брошь веночек тоже симпатичная следующая брошь очень нежная так покажу это брошь тоже кстати похожи вот по исполнению я думаю что они к одному возрасту и относится филигрань не штампованная вот такой завиток и брошь тоже маркировки нет такая интересная фантазийная тоже брошечка так но и в этой же в этом же отсеке в этом же не ящички у меня остались серьги клипсы серьги клипсы вот так выглядят здесь нет маркировки но на мой взгляд они составляют вот комплект именно вот к этой розе очень похоже по технике исполнения вот сам край до обработки лепестков мне кажется очень похоже как комплект вот хорошо сочетается что вы по этому поводу думаете думаю что а я вернее думаю что видео получается очень длинным так что продолжим следующем видео разбор этого ящика осталось украшение еще довольно таки много поэтому не пропустите разбирать и разбирайте нам еще предстоит так что надеюсь клад какой-то который возможно выпал из поля моего зрения мы еще вместе с вами найдем обнаружим и конечно я жду ваших впечатлений жду ваших комментариев жду ваших подсказах всех люблю целую обнимаю всем мира добра и красоты а с вами была оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока